МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в выпуске. Под знаком качества столица Чувашии принимает межрегиональный форум «Стратегии и практика успешного бизнеса». То ли еще будет? Пол предпрезидента в Приволжском федеральном округе в режиме видеоконференции обсудил с регионами подготовку к аттестационной кампании. Против течения в Государственном художественном музее открылась необычная экспозиция. На 25-й сессии Государственный совет утвердил бюджет будущего года. В процессе обсуждения он вызвал много споров и дискуссий, но сегодня большинством голосов был принят. Проект бюджета всегда обсуждается горячо. Главный финансовый документ республики становится главным козырем в противостоянии политических партий. В сложных экономических условиях риторика становится более жесткой. Мы считаем, что бюджет республиканский не решает те вопросы актуальные и насущные, которые сейчас стоят у нас в республике. Это безработица, это обеспечение граждан жильем, это социальные выплаты, пенсии, пособия. На все эти острые актуальные вопросы бюджет не дает ответов. Однако парламентское большинство считает бюджет вполне работоспособным. Он по-прежнему сохраняет ярко выраженную социальную направленность и позволит правительству выполнить все обязательства. Самое главное, бюджет реальный, он обеспечит нам в следующем году и прежде всего в следующем году обеспечить жизнеобеспечение всех слоев населения, прежде всего будут функционировать школы, садики, больницы, будет ходить транспорт, будет тепло в домах. Это же самое главное. Да, это сначала, и то, и другое сразу не получается. Но если мы хотим здесь лучше, давайте лучше работать. Так же, как и в предыдущие годы, противоборствующим сторонам удалось найти компромисс. И закон о бюджете был принят. Большинство парламентариев, независимо от партийной принадлежности, отдают себе отчет в том, что идеальный финансовый документ, устраивающий всех, получить очень трудно. Работать же без бюджета вообще невозможно. В результате республиканская казна 2015 выглядит следующим образом. Доходы 33 миллиарда 368 миллионов рублей. Расходы 36 миллиардов 795 миллионов рублей. Львиная доля средств приходится на разделы образования, здравоохранения и социальная политика. В Чебоксарах сегодня открылся 10-й межрегиональный форум «Стратегия практика успешного бизнеса». По традиции его посвятили Всемирному дню и Европейской неделе качества. Предприниматели, представители власти, эксперты в течение двух дней будут встречаться за круглым столом и обсуждать актуальные вопросы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Качество жизни меняется, но в то же время растут и запросы потребителей. Сейчас в выигрыше остаются только те производители, которые ставят во главу угла соотношение цены и качества товаров. Для таких предприятий власти создают благоприятную среду. Участники форума, конечно, осознают, что успешный бизнес строится поэтапно. Но после введенного запрета на ввоз продуктов из рубежа у предпринимателей появились неплохие возможности для быстрого продвижения своих товаров. Вкладывая определенные ресурсы, вкладывая инвестиции в человека, создавать новый продукт товара с одной единственной целью, чтобы данный товар от спроса и предложения продавался с учетом маломальской прибыли, рентабельностью. Два года назад Россия стала членом ВТО, теперь в стране действует режим эмбарго. После таких резких перемен, отмечают специалисты, предприятиям необходимо задуматься о модернизации производства. На помощь заводам приходят системы менеджмента качества. Стандарты ИСО уже помогли многим предприятиям, но совершенству нет предела. Эксперты предлагают бизнесу новые методики. Главное в менеджменте, глубокое мое убеждение, это работа с персоналом. Вызовы, которые стоят перед нами, они сегодня еще усугубляются теми условиями, которые созданы. Но они за последнее время как-то не очень сильно решаются. Мы видим, что в обрабатывающей промышленности мы имеем существенно очень малую долю в нашем ВВП, не следуя со своей направленности. Мы продолжаем оставаться неконкурентоспособными по извержкам труда, энергии и так далее. В Чувашии системы менеджмента внедрили более 220 предприятий. Эксперты отмечают, что сертификаты далеко не главный показатель. Важно, чтобы все работники принимали участие в модернизации процесса и внедряли в дело мировые стандарты. Только тогда удастся реализовать стратегию успешного бизнеса сполна. Мы фактически должны научить людей решать их собственные задачи. И как только они начнут решать свои собственные проблемы, все речь проблем предприятия, тогда и начинается фактически синтез вот этой собственной производственной системы. На пленарной части бизнесмены, чиновники и эксперты обозначили болевые точки на пути качества. Их надо убирать, чтобы двигаться дальше. Как построить систему энергоменеджмента, разработать новые модели маркетинга? Вот лишь некоторые темы дискуссий. В них принимают участие и гости из-за рубежа. Это конференция, это форум очень во время. Потому что не случайно он называется «Стратегия и практика успешного бизнеса». Если организация не имеет своей стратегии для развития, тогда мы можем сделать все угодно по сертификации, по качеству, по управлению качества и так далее, контрол качества, все угодно. Но если мы не знаем, куда мы идем, тогда мы не знаем, зачем мы это сделаем. По традиции на форуме наградили лауреатов конкурсов в области качества. Награды получили предприятия, которые уже успели освоить современные стандарты. В список 100 лучших товаров России вошли и Лара, Аконт, Ядринский мясокомбинат. Марку качества получили Чебоксарский элеватор, химпром и даже детский сад номер 112. Призеры выставили свою продукцию в своей библиотеке. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика. Сегодня в Чебоксарах открылся учебный центр крупной строительной компании. Современная академия разместилась на базе техникума строительства и городского хозяйства. С появлением этого центра качество образования в этой отрасли должно выйти на новый уровень, отмечают эксперты. В каких условиях будут обучаться студенты, оценил и глава республики Михаил Игнатьев. В строительной отрасли наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров. Эту проблему намерены решить в учебном центре «Технониколь». Специалистов здесь будут обучать основным методом работы современными материалами. Начинающим и опытным строителям помогут набрать опыт работы с новейшими технологиями по устройству кровель, фундаментов, фасадов и не только. Это гибкая черепица «Шинглос». Это материал, который применяется на скатных кровлях при различных уклонах. То есть это может быть и минимальный уклон, и максимальный. Облицовывают даже фасады. Данный материал после укладки. Он укладывается механическим способом. То есть можно на гвозди его посадить. Вот такие гонтики, гонты. В жаркую погоду они спекаются между собой, образуя единый монолитный гидроизоляционный ковер. Здесь представлена полимерная мембрана. Это кровельная мембрана. Вот синего цвета. Она выпускается в широкой цветовой гамме. Это у нас желтого сигнального цвета мембрана тоннельная. То есть для подземной гидроизоляции. Данные материалы спаиваются также безогневым методом. То есть феном горячего воздуха. Вот таким вот оборудованием. Называется «Ляйстер». Практические занятия проводят с помощью вот таких макетов. Здесь все смоделировано в натуральную величину. Специалисты отмечают, что этот центр должен стать основной кузнецей кадров для строительной отрасли. В республике компания «Технониколь» открывает сразу две учебных лаборатории. Отдельно для студентов, отдельно для действующих работников. Вообще, отмечают эксперты, чтобы нарастить объемы малоэтажного строительства, необходимо поднять уровень профессионального образования. Здесь очень важно, чтобы у нас была интеграция между учебными заведениями, и университетами, и колледжами, и техникумами, и производителями материалов, и строителями. Если эта интеграция будет, то будет понятно, какого качества люди нам нужны, выпускники. Им будут даваться современные актуальные знания. Они будут знать все о материалах, все о технологиях. Будут строить быстро и качественно. Работодатели будут искать вас, квалифицированных, способных специалистов, кто на современном инновационном материале будет эффективно работать. Ибо каждый производитель любого товара, каждый, кто оказывает соответствующие услуги, старается сокращать издержки производства за счет изменения технологий. Проблему подготовки квалифицированных специалистов обсудили за круглым столом. Его участники отметили, что работникам строительной отрасли необходимо регулярно повышать квалификацию. Но учебных центров катастрофически не хватает. Это перспективное направление, и его планируют развивать. Качество строительства зависит от материала и квалификации рабочих. Вот здесь как раз центр позволяет использовать современные технологии, использовать современные качественные материалы, и, соответственно, улучшить качество и скорость строительства. Это позволит нам вовремя сдавать детские сады, те же самые, которые у нас уже, ну скажем так, программа расширяется, и качество должно быть соответствующее. И школы, которые мы начнем в ближайшие годы строить. Первый набор студентов в учебной лаборатории уже состоялся. Практические занятия здесь начались сразу после торжественной церемонии. Александр Базаров, Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика. 3 декабря выпускникам общеобразовательных школ предстоит первое из итоговых испытаний – сочинение. Его результаты определяют и допуск ЕГЭ. Сегодня полупред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в режиме видеоконференции обсудил с регионами подготовку к проведению сочинения и итоговой аттестационной кампании в целом. С каждым годом требования к техническому оснащению пунктов проведения ЕГЭ все жестче. Это вынужденная мера в ответ на ухищрения выпускников, которые, несмотря на запреты, используют модернизированные шпаргалки и другие способы получения подсказок. На видеоконференции обсудили вопросы усовершения темы видеонаблюдения, онлайн-трансляции, оснащения пунктов приема экзаменов глушителями сотовой связи. Все это требует расходов, дополнительных расходов бюджетов субъектов. Суммы достаточно приличные, там от 15 до 30-35 миллионов рублей в развитии каждого субъекта, в зависимости от численности этих пунктов. Вот это деньги, которые бюджетами не были предусмотрены, тем более, как они должны быть по статье образования, поэтому надо подумать о целевой субсидиях. В Чувашии, как и в прошлые годы, уже начала работу горячая линия. Для всех участников ЕГЭ действует тематический сайт. В этом году оборудовано 38 пунктов сдачи экзаменов. На пресс-конференции Федеральной миграционной службе России по Чувашской республике обсудили предварительные итоги работы государственной программы переселения соотечественников. Актуальность тем обусловлена ситуацией в Украине. Чувашия включилась в эту важную работу в начале года, когда стало ясно, что наши соотечественники из когда-то дружественного нам государства ищут себе другое место для проживания. Нескончаемые военные конфликты сделали их жизнь невыносимой. Люди стали уезжать в Россию в поисках нового дома. Многие приехали в Чувашию. Временные правила организации работы с такой категорией граждан в рамках программы переселения намного упростили все процедуры обустройства. Понятно, что участниками программы могут быть люди, родившиеся, проживающие на территории Российской Федерации, состоявшие в гражданстве СССР и их потомки. С начала года в республике на миграционный учет поставлено более 4 тысяч граждан Украины. То, что заложено в программе финансово, было обозначено, как уже говорилось, это подъемные. Но в программе Чувашской республики, которая была утверждена, вступила в силу в апреле месяце 2014 года, была заложена сумма в размере 429 тысяч 32 рублей на 8 семей или 20 человек. Эти деньги предусматриваются на медицинское обследование граждан, желающих стать участниками госпрограммы, потому что обязательно медицинское обследование и плата за наим жилья в течение 6 месяцев на участника программы. И хотя количество участников программы в этом году было увеличено на 200 человек, желающих переехать оказалось больше. Так что на 2015 год в программу надо вносить коррективы. Свидетельство участника государственной программы получила и семья Бычковых, 4 месяца назад прибывшие из Украины. В Чувашии они оказались не случайно. Мать Людмилы родилась в нашей республике. Деток у нас двое. Старшие ходят в школу. У них сегодня праздник, день матери. Он готовился, он утренник, выступает. Поэтому он как бы сейчас на таком мероприятии. На первом мероприятии на своем здесь. Да, он первоклассник. Вот. Мы в садик ходим тоже. Встретили нас очень хорошо. Здесь нас приняли. Не отказали. Помогли с документами. Очень все вежливо, тактично, корректно. Марина Рябцева, Анастасия Алангина, Андрей Шоклев, Республика. Лучше, меньше, да лучше. Этим принципом, вероятно, руководствовались директора ряда сельских школ, когда переводили учебные заведения на пятидневную рабочую неделю. Однако жертвой подобных преобразований почему-то стал родной язык. Количество уроков чувашского языка сократилось. Эту и другие проблемы обсудили сегодня на форуме учителей родного языка. Форум посвятили 115-летию со дня рождения классика чувашской поэзии Михаила Сеспеля. Он внес неоценимый вклад в развитие родного языка. И вряд ли предполагал, что спустя столетия возникнут проблемы в его преподавании. Так, в Аликовском и Комсомольском районах в связи с пятидневкой количество уроков чувашского сократилось. Министерство образования с этим не согласилось. Вероятнее всего, школы либо вернутся к привычному графику занятий, либо укоротят каникулы. Тревожные сигналы поступают и из других регионов, где живут наши земляки. В национальных школах Саратовской области чувашские больше не преподают. Нет учителей. Старые кадры ушли, новые не пришли. Впрочем, есть и исключения. Так, в Татарстане по специальным программам школьники имеют возможность учить чувашский пять раз в неделю. В Казахстане четыре раза. Тогда как в нашей республике в программе заложено три урока. Все мы знаем, что дерево растет ввысь и у него есть корни, которые идут вглубь. Обрежьте корни, но дерево умрет. То же самое происходит с народом, чувашским народом. Если мы обрежем корни, мы будем вымирать. Поэтому образование детей, чувашских детей, надо начинать, мне кажется, с детского садика. Конечно, со временем методики изучения чувашского языка меняются. И то, что было интересно когда-то, совсем не привлекательно в нашей дне. Но у молодых преподавателей, судя по всему, есть идеи. Для того, чтобы дети полюбили наш чувашский язык, нам нужно с детства детей проще. Получается, чувашские игры надо придумать, чувашские какие-нибудь занятия, песни, кружки. Чтобы все это происходило на чувашском языке. Чтобы детям это было интересно с малых лет. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. О том, что окружающая среда должна стать доступной для людей с ограниченными возможностями, говорили давно. Но только с принятием специальной федеральной программы дело сдвинуло с мертвой точки. Сегодня в Чебоксарах прошла первая межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная реабилитации и интеграции этой категории людей в общество. Равные возможности не на словах, а на деле. Таков главный постулат программы «Доступная среда». Благодаря ей инвалиды почувствовали поддержку государства в своем жизнеобеспечении. У каждого региона свой набранный опыт в реабилитации. Но готовые методики не должны быть принадлежностью только одной группы лиц. Чем больше людей о них узнают, тем больше помощи получают больные люди. Люди с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время должны быть в полном объеме интегрированы в наше общество, чтобы ничто не являлось препятствием для реализации их возможностей. При получении образования, при доступе к объектам культуры, объектам здравоохранения, социального обслуживания населения, при занятии физкультурой и спортом. На конференции было представлено около 40 работ в сфере поддержки инвалидов. В Чувашию приехали специалисты из Республики Мариэл, Нижнего Новгорода и других городов. Так Мария Курникова рассказала о системе обучения плаванию детей и подростков с инвалидностью, которая работает в Нижнем Новгороде уже в течение двух лет. В планах открытие секции конного спорта, спортивных игр и легкой атлетики для не очень здоровых ребят. Первым нашим постулатом было то, чтобы мы не навредили ни в коем случае детям и подросткам, которые будут заниматься у нас в секциях. И программы были разработаны нашим научно-педагогическим коллективом. Подобные программы реализуются и в Чебоксарах. Более того, есть спортивно-адаптивная школа, в которой люди с ограниченными возможностями занимаются не только лечебной физкультурой, но и спортом высших достижений. Воспитанники этой школы достойно выступают на различных всероссийских и международных соревнованиях. Их тренеры тоже стали участниками конференции. А те, кто не сумел приехать в Чувашию, будут иметь возможность узнать о новых методах реабилитации и специального сборника. Он выйдет в ближайшее время. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашском государственном художественном музее открылась межрегиональная выставка-конкурс «Красные ворота против течения». Она проходит под эгидой Российской академии художеств. В этом году организаторы конкурсной выставки взяли за основу идеи основателя всей современной педагогики Яна Амоса Каменского, который в середине XVII века додумался использовать визуальное сопровождение всех изучаемых предметов и понятий. Честно говоря, с постулатами Каменского мы не знакомы. Но попав на выставку, нетрудно догадаться. Именно так представляют себе современную жизнь наши художники. Экспозиция «Плод рефлексии» на тему человеческих отношений, места и роли изобразительного искусства в культурном пространстве. Ведь существуют какие-то тренды, существуют какие-то тенденции в современном искусстве, и мы от этого никуда не можем деться. За XX век произошло огромное количество всевозможных изменений в изобразительном искусстве, находок, потерь и тому подобное. И вот на сегодняшний день искушенный зритель европейский или московский, да и наш в регионах зритель, он хочет чего-то иного, чем мы предлагали, допустим, в 50-е годы, 60-е, 70-е, время-то все меняется. Среди участников проекта художники Поволжи, Москвы, Санкт-Петербурга. Для победителей конкурса учреждено несколько премий. Работы лауреатов войдут в альбом-каталог. На рассмотрение экспертного совета и жюри были присланы произведения 28 художников из Чувашии. А финалистом проекта «Красные ворота. Против течения» стал Николай Прокопьевич Карачарсков и его полотно «Вечер в загоне». Я смотрел, как они живут, как все это, и воспользуюсь случаем, когда вот овцы нормально себя чувствуют, нестриженные, нормальные, им тепло, хорошо, а когда их постригут, они ужасные. Это как вот крестьянина, которого разорили, убрали, что-то он весь такой совершенно голый, раздетый, все вот такой. Вот это вот, такая вот аналогия у меня есть, держится. Овцы – вторая часть цикла работ, с помощью которых Николай Карачарсков решил показать отношения в нашем обществе. До этого были ломовые лошади, а в планах создание еще двух полотен – свиньи и собаки. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова